Отряд добровольной пожарной охраны к университете готов. Сейчас они уже дежурят по несколько часов в день на объекты, выезжают по первому вызову. Пока настоящие пожары ребятам тушить не приходилось, но к лету, к работе они будут готовы основательно. Сегодня начинающие пожарные показали, чему уже успели научиться. За этим наблюдала моя коллега Наталья Колюшкина. Эти ребята будущие биологи, экономисты и юристы. Но во внеурочное время для себя они выбрали другую роль и стали добровольцами пожарной охраны. Теперь они приходят первыми тогда, когда в деревне универсиады грозит пожарная опасность. По ситуации отряд вправе начать тушить огонь и эвакуировать студентов самостоятельно. Могут и отменить вызов службы 01, если тревога оказалась ложной. Тем самым они освобождают время для вот этого пожарного отряда, который приехал на наш объект. Они могут дальше уезжать и вставать на дежурство. Поэтому уже сейчас они, конечно, для нас неоценимую помощь оказывают. Тушить настоящие пожары ребятам еще не приходилось. Но теоретически к такой работе они готовы. Каждую неделю по несколько часов в день они занимаются с преподавателями, смотрят обучающие фильмы и обсуждают их. Все застрахованы. Сейчас они проходят обучение. Как вы знаете, рядом с деревней универсиады открыта пожарная часть номер 10. Там у них проходят практические занятия. После того, как курс обучения будет закончен, они смогут выезжать уже на небольшие пожары, на возгорания. Пожарные тревоги в деревню случаются часто. Но, к счастью, все ложные. Тем не менее, ребята все равно выезжают на объект, чтобы побеседовать с нарушителями. В виде немолодых пожарных 20 жилых корпусов и тысячи студентов. Чаще всего проверять приходится именно кухня. Здесь студенты по невнимательности забывают на плите готовящуюся еду. Происходит задымление, срабатывает пожарная сигнализация. Сейчас в отряде 24 человека. К концу ноября их будет 40, а к началу универсиады наберут еще 35. Желающих стать пожарным на добровольных началах много. Все они проходят конкурсный отбор. Работа ребят ожидает сложная, но есть и привилегии. Конкурс был такой большой. Мы отбирали по трем критериям. Быстрота реакции. У нас был конкурс на время. Мы разматывали пожарный рукав. Был интеллектуальный конкурс, конечно же. Мы писали тесты. То есть конкурсанты. И был конкурс на физвыносливость. Парни делали отжимания. Девушки делали приседания. Мы можем бесплатно пользоваться салоном проката. У нас замечательный салон проката есть. Велосипеды, коньки. Все, что нужно студенту. Мы имеем право бесплатно пользоваться услугами коопи-центра. Нам также льготы предоставляется. Очень много. Буквально каждую неделю, будь то флайеры, в аквапарк на целый день бесплатно. Пока ребята дежурят только в дневное и вечернее время. По четыре человека. Успевают и учиться. График у каждого индивидуальный. Планируется, что во время универсиады отряд будет работать и по ночам. Наталья Колешкина, Эрад Каюмов, Вести, Татарстан.